Царствование Навуходоносора Такого, скажем, великих времен Ниневии Помните, ведь Ниневия процветала в 700-е годы до Рождества Христова А Навуходоносор это уже 400-е годы Рождества Христова Конечно, Ниневия еще оставалась сильной Но в Ниневии он при этом никогда не царствовал А где царствовал Навуходоносор? Вавилон Да, Вавилон Совершенно верно То есть, вот первое буквально предложение, которое мы открываем Повергает нас некое уныние Заставляет задать некоторые вопросы А начал я вам читать одну из второканонических книг Которая называется «Книга Иудич» И вот дальше начинается, пожалуй, самое интересное И вот почему Конечно, люди, принимающие второканонические книги При этом отлично замечают все эти ошибки и противоречия И некоторые из них Упомянуты здесь, перед вами, на слайде Вот, который вы видите Который перед вами открыт Они знают, что эти ошибки существуют Они знают, что существуют неточности Они знают, например, что Человек, проживший всего Каких-то 158 лет Как герой одной из этих книг Никак не мог застать два события Дистанция между которыми Временной промежуток между которыми Существенно больше Они знают, что Науходоносор Никогда не правил, не царствовал в Ниневе И Осирия к тому времени В общем-то уже потеряла свой былой статус Своё былое величие Они понимают, что в некоторых текстах Апокрифических текстах Текстах встречаются мысли Ну, далеко не библейского свойства Например, юдич Спасает Израильский народ От одного из военачальников Царя Науходоносора И спасает она его следующим образом Израильский народ Израильский народ защищается Военачальник Науходоносора Хочет выйти на войну Его предупреждают, что не стоит Потому что это народ Божий А потом Да, и тем более не стоит вести войну в горах Потому что горная война Это, в общем-то, тяжело Особенно тем, кто не знает, что делает Тогда войско Науходоносора Поступает хитро Они перекрывают источник воды Который идет в город И город остается без воды И вот в городе находится женщина Молодая вдова Юдивь Которая решает Победить Войско Науходоносора Военачальника Науходоносора И защитить свой народ И делает она это следующим образом Она говорит старейшину своего города Что вот Дайте мне выйти за город И сделать то, на что меня Господь благословляет И просит у Бога благословения А благословение она у Бога просит На откровенную ложь Потому что она переодевается Значит, она одевается покрасивее Она накладывает на себя Всю возможную косметику своего периода Да и приходит в стан врага Она ослепительно красива И вот она приходит И получает аудиенцию у военачальника Говорит ему Я вам покажу Я вам расскажу Каким образом Вы сможете одолеть иудеев И в общем-то втирается к нему в доверие Его обманывает соответственно Говоря о том Что вот мы заставим иудеев Ослушаться Бога Бог на них прогневается В это самое время В это самое время Мы их поразим Вот При этом она правда Воздерживается от всякой пищи вражеской Кроме той пищи Которую она принесла с собой Вот Говорит Давайте ждать Пока они ослушаются Бога Но говорит Вы мне будете давать Я буду есть только ту пищу Которую принесла И говорят А вдруг не хватит Она говорит Нет, хватит Потому что ослушаются они очень быстро И на третий по-моему день Военачальник делает большой пир И решает ее пригласить На этот пир Она приходит в своей ослепительной красоте Ест и пьет с этим начальником Военачальником Помогает ему упиться Как написано в этом священном в кавычках тексте Так как никогда в жизни он не напивался Вот И он соответственно потом в своем шатре Уже вот возлежит Она приходит к нему в шатер Отсекает ему голову Дает знать иудеям В стане неприятеля Соответственно Да, иудеи начинают нападение Неприятель бежит за своим военачальником А военачальника нет Причем нет Он есть, но только тело лежит без головы Вот И в общем таким образом Иудейский народ Получает победу Получает преимущество Вот в результате получается Что Бог благословляет Благословляет не просто ложь А несколько совершенно конкретных случаев лжи Для того Ради победы своего народа Значит Вот люди, которые принимают эти книги Они отлично видят и ошибки очевидные Они отлично понимают Что эти книги более позднего авторства Они отлично видят и какие-то несоответствия В содержании этих книг Несоответствия содержанию других известных нам библейских книг Но позиция здесь такая Ну и что? Эти книги в любом случае полезны Вот даже Августин Принимая апокрифы Принимая апокрифические книги Рассуждал примерно так Я их принимаю Или мы должны их принять Потому что они полезны И потому что они, среди прочего Содержат рассказы о великих мучениках Помните, какая вещь? Мы не случайно сегодня начали с вопроса о том Что много чего полезно Много есть полезных книг Но не так много книг богодухновенных Основа каноничности все-таки не в полезности А в богодухновенности той или иной книги Вот Отвержение апокрифов Или настороженность в отношении к апокрифам Определяется на самом деле тем О чем мы с вами говорили позавчера Определяется нашим взглядом Взглядом евангельских христиан На богодухновенность Понимаете, если в священном писании Может быть буквально Ну все Все настолько, что если оно полезно Там оно говорит о боге Да, то в принципе Как бы вот оно может в священном писании быть Тогда действительно Защищать позицию Отказа от апокрифов Или отвержения апокрифов Защищать эту позицию Будет очень сложно Ну раз все пойдет То почему бы и не эти книги Но если мы придерживаемся высокого взгляда на писание Я бы сказал такого взгляда Который мы с вами видели в 118-м псалме Тогда вот то, о чем говорится в следующих слайдах Для нас будет совершенно очевидным Вот в частности мы говорили Мы говорим о небиблейских учениях Здесь перечисляется, да, чтобы не останавливаться Молитва за умерших Причем это учение было очень важным Во времена реформации Спасение по делам Вот в частности В книге Тавид Которая здесь цитируется Говорится о том, что Милостыня спасает То есть если вы будете делать милость К другим людям, то вот через это, через эту милость Вы спасетесь Читая Новый Завет, мы понимаем Что творение милости Это, конечно же, знак нашего спасения Но это уже знак, это уже последствия Помните соотношение веры и дел У Павла и у Якова Конечно, спасенный, возрожденный человек Будет делать милость Но в книге Тавид получается Что, в общем-то, спасение Как бы оно и не надо Если я буду делать милость Если я буду поступать по-доброму Так как, в общем-то, положено То, как хочет Бог То я и получу спасение Небиблейское содержание учения Вот мы с вами уже говорили об этом Юдив совершает Божие дела через обман В книге Сирах проповедуется Зависимость нравственности от обстоятельств То есть, вообще говоря, совершенно современное такое учение Что как правильно Ну вот как удобнее в данной ситуации Так и правильно Нужно смотреть по ситуации Так и будет правильно Ну, в некотором смысле Вот, в некотором смысле Да, вот Тавид, о котором мы говорим Оказывается свидетелем двух событий 722 год И другое событие Восстание Иравама Бунт, мятеж Иравама против Иудеи Это аж 931 год Да, тут, простите, даже не 180 лет А 200 с лишним лет Разница между этими событиями Вот, а прожил он всего По книге Там это видно, это говорится 158 лет Значит, как ему так удалось Сказать трудно Хотя, жизнь у человека была весьма интересна Вот Таких моментов действительно много Еще один момент Вы помните, мы с вами вчера говорили О пророческой последовательности О пророческой преемственности Дело в том, что апокрифы Нигде даже не утверждают Что написаны пророками А у иудеев Не у христиан А именно у иудеев Существовало очень четкое понятие О преемственности пророков Иосиф Флавий, в частности, говорит О том, что После Артаксеркса Со времен Александра Македонского Пророков в Израиле не было Талмудическая литература С ним совершенно согласна И мы с вами цитировали Мы вчера вспоминали Вот мысль Талмуда О том, что пророки замолчали А теперь преклони ухо К речениям мудреца Значит Вот В тракононической книге Написано именно в этот Непростой период Когда Когда священное Когда священное слово Отошло От Израиля Помните, мы с вами вчера Также говорили о том Как испытывается каноничность О том, как испытывается каноничность Помните, мы говорили о том Что книга должна быть написана Божьим пророком Апокрифы Божьими пророками Не написаны И некоторые из них Напрямую это утверждают Они не подтверждены Божьими знаменями Они не имеют в себе Божьей силы И вот Если вы захотите в этом убедиться Вы можете почитать Полезность Да Иногда интересность Такая Да Но не та полезность Которую мы привыкли Видеть в других книгах Священного Писания Скорее та полезность Которую можно найти В исторической книге Потому что Допустим Книги о войнах Маковейских Книги Маковейские В историческом плане Они действительно полезны Они дают некоторую информацию О быте народа Об истории народа О тех людях Которые участвовали В определенных событиях Мы говорили Говорили с вами о том Что книга Библии Должна быть принята Божьим народом Мы говорили о том Что некоторые отцы церкви Принимали апокрифы И мы называли В частности В связи с этим Имя Августина Я сказал Что на отцов Ссылаться очень опасно Потому что Всегда можно найти Отцов в двух направлениях Что называется Да За и против Ну Дело в том Что иудейские Это исследователи Были практически Единодушно против Даже Филон Александрийский Вроде бы Из Александрии Человек по роду По происхождению Но он отвергает Апокрифы Он конкретно выступал Против них Он Известен своими цитатами Из Ветхого Завета Апокрифы при этом Он не цитирует Флавий Как я уже читал Как я уже рассказывал Вам И мы уже с вами говорили О том Что он Перечисляет Ветхозаветные книги По Тому разделению Ветхого Завета Которое существовало Тогда Выделялось 22 Ветхозаветные книги Вот И он Собственно говорит Что их 22 Ну потому что Некоторые книги Которые у нас Сейчас объединены Оформлены Как несколько книг Тогда Рассматривались Как единая Одна книга Вот И апокрифов Он при этом Не называет Если вспомнить Иисуса Иисус Иисус Ни разу Из апокрифов Не цитирует Емнийский Совет О котором мы Говорили с вами Вчера Также не признает Апокрифы Отцы церкви Кто-то признавал Апокрифы Но многие Выступали Против них Причем Конкретно Выступали Против них Это такие Авторитеты Как Ориген Кирилл Иерусалимский Афанасий Великий Блаженный Иероним Вот Все эти А с Иеронимом Вообще Замечательная История Их С Августином Разделяло Средиземное море Они обменивались Письмами Причем Письма Тогда шли Долго А в письмах Они спорили По поводу Того Стоит апокриф Переводить Или нет Вы помните Что Иероним Занимался Переводом Библии На латинский Язык Вульгату Делал Новый Для того времени Перевод Библии На простой Латинский Язык Перевод Библии На латин Тогда уже Существовал Так называемый Старый Латинский Перевод Апокрифы В нем Были Иероним Сначала Начисто Отказался Переводить Апокрифы На том Основании Что Иудеи Их не Признают И что Они существенно Отличаются От Канонических Книг Августин Ему Писал И требовал Чтобы Апокрифы Были Все-таки Переведены В конце Иероним Сдался Но Начальство Требует Что же Делать Пусть Переводить Те из нас Кто Работал Или Работает Переводчиками Знают Как Иногда Приходится Переводить То Что Совершенно Не Хочется Переводить Вот Собственно Говоря Иероним Это И переводил Так Как Делаешь Тогда Когда Не Хочется Поспешно Перевел Он Не Все И Уже После Его Смерти В Вульгату В Его Перевод Библии В Перевод Иеронима Вставили Переводы Недостающих Апокрифов Или Вставили Недостающие Переводы Апокрифов Прямо Из Старолатинского Издания Там Старолатинской Библии Из Старолатинского Перевода Там Даже Разницу Языка Специалисты Могут Увидеть Они На это Обращают Внимание Вот Как Говорят Иногда Только Через Мой Труп Буквально В данном Случае После Смерти Иеронима Только Через Его Труп Эти Книги Туда И Попали Ну С Лютером В общем Все Достаточно Понятно Вот Лютер И Реформаторы Отрицали Каноничность Апокрифов И Собственно Говоря Католическая Церковь Их Не Особенно Признавала Аж До 1546 Года Но Уже Под Давлением Реформации Под Давлением Выступлений Против Апокрифов Католическая Церковь На Тридентском Совете Как мы С вами Также Вчера Говорили Признала И эти Книги Полезными Признала Эти Книги Богодухновенными То Есть В общем То У нас С вами Сегодня Очень Серьезное Основание Не Принимать Апокрифы Принимая Да Но Тогда Возникают Такие Практические Совершенно Вопросы Ну Во-первых Можно ли Их Читать Ответ Разумеется Можно Не случайно Мы Сегодня Читали 118 Псалом А потом Уже Стали Говорить О всех Этих Вопросах О всех Этих Проблемах Ну Просто Потому Что Когда Вы Читаете Подобную Литературу Убедитесь Пожалуйста Что Вы Достаточно Пребываете В Божьем Слове Что Вы Сможете Заметить Какие То Несуразицы Не Точности Несоответствия В этих Книгах Что Вы Не Перепутайте Не перепутайте Эти книги И подлинное Божье Слово Несколько Позже Сегодня Мы будем Говорить О новозаветных Псевдоэпиграфах Там Речь идет О книгах Которые Вредны В принципе Вредны По определению В данном Случае Это книги Которые Принимают Довольно Многие Люди Считающие Себя Или называющие Себя Верующими И С этим Нам С вами Приходится Считаться Можно На этих Книгах Строить Богословие Ну Давайте Начнем С того Что Богословие Богословскую Доктрину Нельзя Построить Или Нельзя Строить Просто На одной Или Двух Цитатах Из Любой Книги Будь то Каноническая Или не Каноническая Настоящая Серьезная Богословская Доктрина Поддерживается Несколькими Библейскими Цитатами Несколькими Библейскими Фрагментами Она Проходит Через Все Священное Писание Если Вы Вдруг Нашли Что Небудь Эдакое В Апокрифической Книге И Вам Кажется Что Сейчас Вы Перевернете Все Сейчас Это Перевернет Все Ваше Христианское Сознание То Осторожно Сознание Переворачивать Не надо Это Чревато Неприятными Последствиями Так что Богословие На них Конечно Строить Не стоит Исторические Сведения Вы Какие-то Получите Особенно Из Маковейских Книг Допустим Но И Здесь Нужно Быть Достаточно Аккуратным Человеком И Наконец Вопрос Который Вчера Был Поставлен Есть Смысл Проповедовать Из Апокрифов Вот Допустим Я Сейчас Выхожу На Кафедру И Сегодня Будет Проповедь По Книге Юдив Смотрите Во-первых Достаточно Много Церквей В которых Такие Проповеди Приемлемы Вопрос То Вот В чем Если Вы Действительно Считаете Что Эти книги Могут Быть В чем-то Полезны Но Они Не Являются Богодухновенным Божьим Словом А Канонизация Каноничность Связана Как мы Сами Говорили С Богодухновенностью Тогда Непонятно Зачем Вам Проповедовать Из книги Юдив Вот Потому Что Слово Божие Богодухновенное Слово Живо И Действенно Зачем Привносить На кафедру Что-то Другое Вот Тут Должна Быть Определенная Последовательность Наших Действий И Ответ Мы Проповедуем Из этой Книги Ради Разнообразия Ну В общем-то Совершенно Не убеждает Потому Что Ради Разнообразия Можно Проповедовать И Из Гарри Поттера Нам Это В голову Не Придет И Слава Богу Что Не Придет Ну Или Из Мастера Маргариты Тоже Для Разнообразия Вот Мы Этого Не делаем Значит Тогда вопрос Зачем От Недостатка Идей Ну Может Быть Тогда Эта Проблема Не Недостатка Идей А Недостатка Духовной Жизни Вот Поэтому Человек Человек В это Идет Значит Понимаете Если Вы Реально Перед Богом Выслужав Все о том Что Мы Говорили И Прочитав Может Какие-то Другие Источники Реально Скажете Да Это Богодухновенные Книги Ну Тогда Ваши Ответы На Многие Из Поставленных Вопросов Будут Другими Но Данных Которые Мы Имеем Особенно В сравнении С универсальным Принятием Других Книг Ветхого Завета Данных Которые Мы Имеем По Этим Книгам Вообще Говоря Недостаточно Чтобы Называть Их Богодухновенными Вот На 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 Этом Основании В частности Евангельское Христианство Эти Книги Богодухновенными Каноническими И не Признает И еще Кстати Валерий Был Вчера Совершенно Прав Говоря О том Что В Православной Церкви Апокрифов В православных Изданиях Библии Апокрифов Больше На Две Книги Чем В изданиях Католических Но Это Как бы Такое Замечание В скобках У меня Не было Вчера Просто Уже Времени Раскопать Это Подробнее Уже Не для Записи Но Раскопаю Я думаю К завтрашнему Дню Может быть Еще Попает По этому Поводу Конкретно Поговорим Вот Есть ли Вопросы По Вообще Канонизации Ветхого Завета Прежде чем Мы Перейдем К новому Давайте Вы сказали Что Все Апокрифы Были Написаны В так Назованный Период Молчания Да В 400 А Как Они Выдерживают Если Те Кто Их Принимают Каким Образом Они Выдерживают Самый Первый Критерий Что Это Пророки Писали Самый Первый Критерий Вообще Так Говоря Исповедовали Иудеи И поэтому Они не попали В иудейский Канон Самый Первый Критерий Исповедовали Отцы Церкви Принимая Канон Вообще Говоря Канон Ветхозаветный Новый Заветный Допустим, католики этого критерия совершенно не обязательно придерживаются. Это может быть книга, свидетельствующая о Божьих делах, и она попадает в канон. Ведь, допустим, в церковном предании далеко не все книги написаны пророками, и это им не мешает. Просто этот критерий не имеет такого большого веса, такой большой значимости, какой он имеет для ортодоксальных иудейских ученых, и который он имел в формировании канона. То есть, если эта книга свидетельствует о делах Божьих, тогда... Да, кстати, второй критерий тоже. Это раннее принятие. Помните, мы говорили, один из критериев мы говорили о раннем принятии, позднем подтверждении. Вот тут совершенно не обязательно было раннее принятие, и не обязательно было позднее подтверждение, но в каких-то местах, может быть, географически эта книга принималась, в канон она попадает. Помните, два канона? Палестинский и Александрийский. Вот в Александрии она принималась, соответственно. Тут, да, и еще один момент по поводу принятия. Ведь второканонические книги были приняты, допустим, даже в таких местах, как Кумранская община. Помните, в Свитке Мертвого моря? Вот в Свитке Мертвого моря второканонические книги таки были. То есть, в общем, принятие имело место. Хотя в Кумранской общине, кроме библейских книг, было еще много других. Вот. Давайте, Валерий. Католическая церковь и православная церковь у них, как бы, фундамент это церковное предание. Ну, традиции церковное предание. Есть ли это предание, как бы, напечатанное, выпущенное какой-то отдельной книгой? Оно не может быть выпущено отдельной книгой целиком, потому что этих книг много. И потому что предание по определению своему больше всяких книг. Значит, это немножко мы отвлекаемся от курса, но все-таки здесь объяснять нужно. Смотрите, с точки зрения евангельского христианина. Вот есть Писание, оно имеет высший авторитет. Есть предание. Это творение отцов в церкви, это постановление церковных соборов. И это предание, вообще говоря, имеет ценность. Но ценность его в любом случае подчинена ценности Священного Писания. Все, что говорят отцы, мы сверяем со Священным Писанием. С отцом церкви можно не соглашаться со Священным Писанием, мы соглашаться обязаны. Но есть в любом случае противопоставление. С одной стороны Писание, с другой стороны Предание. Это подход реформации, подход времени после реформации. А для православного человека сам вопрос, что важнее, Писание или Предание, вопрос бессмысленный. Почему? Потому что Предание и Писание воспринимаются как нечто единое. Священное Писание — это часть Священного Предания. Священное Предание самим собою толкует Священное Писание и показывает, каким образом нам нужно толковать Священное Писание. Священное Предание по умолчанию и письменное, и устное. И вот этот корпус Священного Предания, общая сумма текста Священного Предания, она ведь достаточно неопределённа, она ведь достаточно размыта. И у разных авторов современных, у разных богословов есть свои предпочтения. Из этого моря Священного Предания можно выбирать. Но Библия нам передана. И если для евангельского христианина, и мы с вами вчера говорили об этом, Божие Откровение, нормативное Божие Откровение закончилось написанием Библии, вот Новый Завет написан, и всё, теперь мы толкуем, интерпретируем, теперь это Откровение может быть личное, но оно не может быть нормативным для всех, то для православного, это христианина, Откровение тогда не закончилось. Оно продолжается через Священное Писание Предания. И если Откровение продолжается, то издать завершённый свод всего Священного Предания невозможно в принципе. Ну, потому что оно не умещается вот в эту... Для него нет таких рамок. Вот в этом очень важное различие. У иудеев тоже, кстати говоря, были комментарии на Священное Писание. Талмуд, Мишна, собственно говоря, и возникли как комментарии на Священное Писание. На Священное Писание. Но у иудеев всегда было это разделение. С одной стороны Писание, с другой стороны комментарии на него, которые ценны, но они имеют всё-таки меньшую ценность. А здесь этого разделения, в общем-то, нету. Они пересекаются, они взаимно проникают друг в друга. А можно так, что они запускают предание, просто удобно добавлять там ещё кое-что? В общем-то, естественно. В общем, естественно. И более того, из предания можно черпать то, что надо в данный конкретный момент. И известно, что отцы церкви далеко не всегда между собой соглашались. Я думаю, что лекции Марины Сергеевны и Каретниковой вы на эту тему некоторые из вас слышали. Или даже были на них. Есть отцы западные, есть отцы восточные. И здесь возникает достаточно серьёзная свобода. Пользоваться тем, что есть. То есть черпать из этого предания то, что в данном случае удобно. Спасибо. Спасибо.